Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня вторник, первая неделя Великого Поста. 28 февраля по новому стилю или 15 по старому. Божественная литургия сегодня не совершается, а вечером читается вторая часть Великого Покаянного Канона Андрея Критского. И сегодня совершается память апостола от 70-ти Анисима, преподобных Пафнутия и Черри его Ефросинии Александрийской и преподобного Евсевия Пустыника Сирийского V века, преподобного Пафнутия Затворника Печерского в Дальних Киевских пещерах, подвязавшегося в XIII веке, священно-мучеников XX века Михаила Питаева, Иоанна Куминова, Николая Марковина, Алексея Никитского, Алексея Смирнова, пресвитеров, диакона Семена Кулямина, преподобно-мученика Павла Козлова, ермонаха, и преподобно-мученицы Софии Селивестровой, послушницы. Прославляются иконы Божией Матери Виленская, Венская и Далматская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня продолжаем вспоминать священно-мучеников XX века. Священно-мученик Алексей Никитский родился 6 марта 1891 года в селе Михалево Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника. В 1902 году Алексей окончил земскую трехклассную школу в Михалеве, в 1906 году – Донское духовное училище, а в 12-м году – Московскую духовную семинарию и был назначен учителем второклассной школы при фабрике на станции Балашиха Нижегородской железной дороги. В 13-м году скончался его отец, и в 14-м году Алексей Михайлович был рукоположен во священника, на его место ко храму Рождества Христова в селе Михалеве. С приходом советской власти отец Алексей был мобилизован в тыловое ополчение Красной Армии и отправлен в Броннице в конный корпус, где его обязанностью было следить за лошадьми. Затем он был определен на должность конторщика в строительный отряд, а позже – телефонистом на ходынку, где было расположено тогда управление по снабжению воздушного флота. В 1921 году отец Алексей был демобилизован и подал прошение архиерею о принятии его священником в Московскую епархию. И с марта 1922 года стал служить в Троицком храме в поселке Удельное, где и прослужил до дня ареста. В 1929 году отца Алексея, как лишенного избирательных прав, отняли дом. Притеснение служителей церкви со стороны безбожной власти в это время выражалось и в непосильном налоге как на духовенство, так и на общины, которые должны были платить налог за использование здания церкви. Сумма налогообложений была такой высокой, что выплатить ее стоило большого труда и самопожертвования. В священном начале и рядовые пастыри писали заявления с протестом против фактического ограбления верующих. Делали такие заявления служители Троицкой церкви в поселке Удельное. Одно из таких заявлений они написали в 1937 году, после того, как районный финансовый отдел в несколько раз по сравнению с предыдущим годом увеличил налог с дохода Причта. Сотрудники НКВД произвели негласное следствие в отношении священнослужителей Троицкого храма, результатом чего стал арест священника Алексея Никитского и дьякона Симеона Кулямина, который произошел 26 января 1938 года. Будущий священномучник Симеон Кулямин родился 1 сентября 1874 года в селе Ротмирово Владимирского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Феодора Кулямина. 11 лет Симеон поступил на текстильную фабрику учеником, а затем около 28 лет работал садовником у фабриканта Лосева. В 1921 году он поступил псаломщиком в Троицкую церковь в поселке Удельное, а в 1925 году был рукоположен в одиаконок этой церкви. Вернемся снова к отцу Алексею. Первый раз следователь допросил батюшку 30 января 1938 года. На следующий день допрос был продолжен. «Где вы писали ваше заявление о снижении налога и какую цель вы преследовали данным заявлением?» спросил следователь. «Я данное заявление о снижении налога писал сам лично у себя на квартире в 1937 году. После я это заявление принес в церковь, где к нему после окончания службы подписались Львов, Жуков и Кулямин. Подписывались они в алтаре. Цели у нас никакой не было, но мы в заявлении просили только снизить нам налог, каковой нам не под силу было внести. Данные заявления мы писали согласно указанию районного финансового инспектора Панкова. Следствию известно, что вы 2 мая 1937 года собирались на квартире митрополита Чичигова, где обсуждали контрреволюционные вопросы. Какие вопросы вы обсуждали и с кем? «Я действительно 2 мая 1937 года был на квартире митрополита Серафима в поселке Удельное, но я был им приглашен, чтобы отслужить молебен. После молебна я выпил стакан чаю, и мы все из квартиры Чичигова ушли по своим квартирам. Митрополит Серафим на Рождество и Пасху всегда приглашал нас отслужить у него на квартире молебен, так как по старости посещать церковь он не может. Я никакую контрреволюционную агитацию среди верующих против мероприятий советской власти не вел и против налогов и займов не выступал. В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Я, будучи священником Удельнинской церкви, только выполнял свои обязанности как священник. 6 февраля состоялся последний допрос. «В следствии известно, что вы вместе с дьяконом Куляминым вели агитацию среди верующих за незакрытие церквей. Я никакой с дьяконом Куляминым агитации среди верующих не вел и в отношении незакрытия церквей вопрос нигде не ставил и ни с кем не говорил и не обсуждал». Все время непродолжительного следствия арестованные священник и дьякон провели в таганской тюрьме в Москве. 16 февраля 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила их к расстрелу за контрреволюционную агитацию против выборов в Верховный Совет распространения слухов о закрытии церквей и арестах духовенства. 28 февраля 1938 года священник Алексей Никитский и дьякон Симеон Кулямин были расстреляны на полигоне Бытово под Москвой и погребены в безвестной общей могиле. Святые священномученики Алексея и Симеоне, молите Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин